Сежеин глядит по будущим, И важен Раме Божьим обрящих глядь. Святитель Игнатий Бринчанинов пишет, что все святоотеческие творения имеют в основе свои Евангелия и научают нас, как нужно исполнять евангельские заповеди. Например, те из них, в которых говорится о внимании к себе, о подвиге, о борьбе со страстями, стяжании добродетелей. Знаем ли мы эти заповеди? Умеем ли их замечать в священных текстах? Способны ли их исполнять? И если нет, то нам следует обращаться и к толкователям Евангелия, и к тем святым отцам, которые об этом пишут. И преподобный Авва Дорофей в одном из своих поучений, который называется о том, что должно проходить путь Божий разумно и внимательно, как раз говорит о важности внимания себе на пути спасения. Начав читать на прошлом уроке это поучение с протеереем Алексеем Яковлевым, мы узнали, что христианин должен постоянно понуждать себя в совершении добродетелей и приобретать в этом деле навык. В подтверждение этих слов Авва Дорофей приводит примеры из своей жизни. Когда-то, еще во время обучения светским наукам, он тяготился учебой и не любил читать. Однако, непрестанно понуждая себя к этому занятию, впоследствии он стяжал такой навык к чтению, что стал читать безмерно и уже не мог оторваться от книг. Вот этот вот вдохновенный и сердечный рассказ Авва Дорофей приводит так же не просто так. Он дает понятное сравнение, что когда я вступил в монастырь, то говорил сам себе. Вот это он рассказывает, да, а это ведь мы уже понимаем, что это все в контексте поучения, что нужно проходить путь Божий разумно и внимательно. И тут он рассказывает о безмерном чтении, в котором сложно сказать, какая была разумность, но внимательность, наверное, была, хотя кто его знает. Итак, когда я вступил в монастырь, то говорил сам себе. Если при обучении внешнему любомудрию родилось во мне такое желание, и такая горячность от того, что я упражнялся в чтении, и оно обратилось мне в навык, то уж тем более будет так при обучении добродетелей. И из этого примера я почерпал много силы и много усердия. Очень простой вывод, вот, очень такой обыкновенный, но правильный. «Если кто хочет приобрести добродетель, он не должен быть нерадивым и рассеянным». Нерадивым и рассеянным. «Ибо, как желающий обучиться плотничеству, не занимается иным ремеслом, так и те, которые хотят научиться делу недуховному, не должны заботиться ни о чем другом, но день и ночь поучаться в том, как бы приобрести это самое духовное. А иначе приступающие к этому делу не только не преуспевают, но и даже и сокрушаются, неразумно утруждая себя. «Ибо кто не внимает себе и не подвязается, тот легко уклоняется от добродетели». Потому что добродетели — суть середина, или царский путь, о котором святой старец сказал, «ходите путем царским и считайте версты». «Ходите путем царским и считайте поприща версты». Бывают дела, занятия, которыми человек, если начнет заниматься понемножку, у него ничего не получится, не выйдет у него. Это легко могут доказать школьники и студенты, которые занимаются иностранными языками. Но опять же я следую путем АВД «Дорофея», которые занимаются иностранными языками, начиная, допустим, со второго класса. Да, со второго класса, и плюс еще, допустим, сколько там, три курса какого-нибудь вуза. Это сколько получается? Лет. Это какое-то неимоверное количество лет, но при этом не понимать, ни сколько-нибудь говорить они не могут. И поэтому бодро пишут в анкетах. Английский со словарем. Что означает, что они не знают. А по АВД «Дорофею» надо уж приступить, так приступить. И тогда не нужно многих, 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 многих лет, чтобы действительно начать преуспевать. Итак, объяснение идет. Добродетели, как я сказал, суть середины между излишеством и недостатком. Поэтому, как, например, сказано в Писании, не совратитесь ни вправо, ни влево, ни туда, ни сюда. И Василий, святой Василий говорит, прав сердцем тот, чей помысл не уклоняется ни в излишество, ни в недостаток, но он направляется только к середине добродетели. Прав сердцем тот, чей помысл не уклоняется ни в излишество, ни в недостаток, но направляется только к середине добродетели. Дальше Ава Дорофей важную вещь говорит о... Она нам известна, но, тем не менее, оказывается, что она не просто эта вещь, только точно скажу, а такая чисто теоретическая штука, которая должна где-то там быть в богословии. А она для него важна именно в приложении пути спасения. Зло само по себе есть ничто, ибо оно не есть какое-либо существо и не имеет никакого состава. Но нет. Душа, уклонившаяся от добра, добродетели, делается страстной и рождает грех. И им поэтому томится, не находя в нем для себя естественного успокоения. Вот это вот виляние, вот это самое, да? И дальше идет рассуждение, я сейчас прочитаю. Дерево разве имеет по естеству, ну, то есть по своей природе, червей внутри себя? Нет. Но заводится в нем малая гнилость, от этой гнилости рождается червь, и этот самый червь съедает дерево. Медь сама производит ржавчину, и сама опять поедается ржавчиной. Одежда сами производит моль, и это же моль, и от них порешедшая, их съедает и портит. И душа сама производит зло, которое прежде вовсе и не существовало. И не имеет, как я сказал, никакого состава, и мучается от зла, и так далее. Перефразируя Пушкина, что биология, да, ботаника, конечно, плохая, но поэзия прекрасная. Да, мы понимаем, что одежды сама в себе моль не производит, но смысл поэтического, это поэтический пример, а в Эдорфея вполне ясен и понятен. Хорошо сказал Святой Григорий, огонь есть порождение вещества, и поедает вещество, как злых, злых поедает зло. То же самое видим в телесной болезни, когда кто живет беспорядочно, не бережет здоровье, кто живет, то происходит у него, ну, вот такой, своеобразный, конечно, и тогда во многом принятый медицинский подход, происходит у него избыток или недостаток чего-нибудь в теле. Да, вот. И человек делает с этого больным. Ну, да. В каком-то смысле, конечно. Ну, это и правда так. То есть, почему у человека болезнь какая-нибудь? Потому что он чуть не достает. Ну, под таблетки пьем. Блин, может, чуть много. Прежде того, а прежде того не существовало болезни вовсе, и она не была когда-нибудь чем-нибудь самобытным. То есть, не существует же вот болезнь как сущность. Ну, да. И опять по исцелению тела болезнь опять не существует, вовсе не существует. Вот и зло. Есть недуг души, лишившийся свойственного ей и по естеству ей принадлежащего здравия, которое касаемо души есть добродетель. Поэтому мы и сказали, что добродетели — суть середина. И примеры дальше идут. Добродетели — суть середина. Так мужество находится посреди страха и наглости, смиренно-мудрия посреди гордости и человекоугодия, также и благоговения посреди стыда и бесстыдства, подобно сему и прочей добродетели. Имеется в виду, что вот это вот виляние человека, когда он не знает куда, что и как, почему, приводит к тому, что вот эта вот некоторая мутность, мрачность является в человеке. И внутри этой самой мутности и мрачности непонятно, как приходит бес, как приходит страсть, и окрадывает душу, и как она начинает болеть. Ну, как в тумане, как в смоге, как в дыму. Неясно это. И вот эти вот почему хорошие, хотя, может быть, еще раз повторюсь, не вполне научные примеры, но мы авудрофей за это ругать не будем, естественно. Примеры нам и важны, что одежда, вот, как-то получилось, что ее моли начинает есть. Вот именно вот это вот, еще раз говорю, поднимающийся от этих всех виляний, незнаний и расслабленности, невнимательности смрад, как раз в нем легко скрывается вот та самая болезнь, которая входит в внутрь человеческой. Имеется в виду, конечно, не только болезнь, не столько болезнь телесная, а сколько болезнь душевная, духовная. И смыслы в контексте примера и рассуждения о авудрофее вполне подходят здесь и вот такая, ну, как бы, медицинская теория, что болезни рождают от избытка или недостатка чего-либо в организме. Ну, это правда. Итак, ну, заканчиваю этот сравнение. Поэтому мы и сказали, что добродетели — это суть середины. Ну, например, хороший очень пример, и он многое поясняет, можно было даже ничего не говорить. Мужество, например, это то, что находится посреди, с одной стороны, страха, а с другой стороны, наглости. Ну, страх имеет в виду трусость, а с другой стороны наглость. Ну, да, действительно так. А вот нахального и наглого человека, он вроде как больше похож на мужественного, но если хотя бы какое-то чувство языка и меры в нас есть, мы не назовем наглеца мужественным. Мы не хотим прилагать такое именование к наглости. Ну, и трус, понятно, тоже. Смиренно-мудрие находится посреди гордости, с одной стороны. Гордость с одной стороны. А с другой стороны — человекоугодие. Мы же понимаем, что человекоугодники — несмиренные люди. Нет там этой добродетели смирения или смиренно-мудрия. На букву «П» какой-то есть известный деятель. В горе от ума. Забыл. Ну, то есть вот те странные и довольно отвратительные типы, которые встречаются у Гоголя, у Грибоедова, у Салтыкова-Щедрина, которые присмыкаются или безят, они же несмиренные. А вот так, так, наверное. Несмиренные, смиренно-мудрия, это человекоугодие. С другой стороны — гордость, непонятно. Вот и благоговение находится посреди, с одной стороны, стыда, а с другой стороны — без стыдства. То есть благоговение находится, не состоит в том, чтобы всего стыдиться и вот так вот делать пальчиком. Тогда нам сложно будет читать, уже Евангелие будет сложно читать, потому что там есть рассуждение о беременности, о зачатии. А уж говоря о Ветхом Завете, вообще не получится его читать. Ну, а без стыдства, понятно, что к благоговению оно не относится, хотя некоторые отдельно одаренные без стыдства могут пытаться представить себе как некое озарение священного служения. Но мы же тоже понимаем, что это просто разврат, который пытаются поставить себе вместо божества. И вот когда человек удостоился приобрести добродетели, то он бывает благоугоден пред Богом. Их все видят, что он ест, пьет и спит, как все прочие люди, но такой благоугоден Богу за добродетели, которые имеют. Тоже интересно, что он на первый, да, может быть, на второй взгляд, сильно не отличается от всех на свете остальных людей. То есть не обязательно, что он на него посмотрел и сказал, о, вот оно что. Нет именно как раз вот эта вот нормальность, опять же, нашими словами говоря, которая свидетельствует Авва Дорофей, она может и не выделяться нисколько из множества. Но такой, как бы некоторым образом скрыт, наверное, до поры, но Богу известен. И, как вот Авва Дорофей говорит, благоугоден Богу. Но а кто не внимает себе, себя не охраняет, тот легко и уклоняется от этого пути или направо, или налево, то есть или в излишество, или в недостаток, и производит себе недуг, который составляет зло. Ну, понятно, то есть человек вдруг говорит, а что же я такой, ну, опять же, если про мужество говорить, чего я такой боязливый? И я не хочу быть боязливым. И идет бить окна. Перебор. А другой говорит, чего ты такой наглый? И в следующий момент уже трусит как-нибудь. Ну, то есть вот и получается, что за что боролись, на то напаролись. То есть добротели человек не приобрел. А почему? Как раз потому, что он как-то так неразумно и невнимательно действует. Авва Дорофей все время предупреждает о царском пути, которым шествовали святые. И, опять вспоминая из речения того старца, считаете поприще. Посмотрите, где вы находитесь. Поприще – это суть различного строения человека, и который каждый должен смотреть всегда и замечать непрестанно. Где, до какой версты он дошел, в каком устроении находится. Ходите путем царским и считайте поприще верст. Ну, например, именно. Прекрасный пример, такой очень яркий приводит Авва Дорофей, с градом Иерусалимом. Мы, подобно людям, которые захотели и возымели намерение идти во святой град Иерусалим, паломничество. В этом времени уже Иерусалим, несомненно, был центром паломничества. Выйдя из одного города, некоторые прошли пять верст и остановились. Другие прошли десять, иные – половину, иные вообще не прошли по этому пути, но пребывают вне ворот, в смрадном предместе. Из тех, которые находятся в пути, случается, что некоторые пройдут две версты, и заблудившись, возвращаются, или прошедшие две версты вперед, отходят пять назад. Правильно, да, шаг вперед, два шага назад. Другие же дошли до самого города, но остались вне его, и не вошли внутрь. Вот множество, получается, разных положений, ситуаций, мест, локаций. И так, говорит, бывает и с нами. Ну, он, а вот Дорфий говорит о братьях своих, о монахах. Некоторые из нас оставили мир, вступили в монастырь с намерением стяжать добродетели. То есть не с каким-то намерением дурным, а действительно спастись. И одни сделали немногое и остановились. Иные большее, другие совершили половину дела, остановились тоже. Иные вообще ничего не сделали. Думая, что вышли из мира, остались в мирских страстях и в их злосмраде. Иные совершают немного доброго и опять разоряют это. Некоторые разоряют и более того, что совершили. Другие хоть и совершили добродетели, но имели гордость, уничижали ближнего и поэтому не вошли в город, пребывают вне его. Следовательно, и эти не достигли своей цели. Хотя они дошли до самых ворот города, но остались вне его. И поэтому не исполнили своего намерения. Думаю, что довольно легко, довольно легко обратить эти слова не только на собратья Ава Дорофея, монахов, но и на нас самих. Что человек в какой-то момент возымел желание пойти к Богу. И двинулся, и идет. Но то, что Ава Дорофея о чем рассказывает, я думаю, что вполне приложимо. Ну, так, если человек посмотрит и к нему самому, чего он хотел там. Может человек вспомнить свою первую любовь. Имеется в виду первую любовь не влюбленность, а именно первую любовь, которая загорелась к нему, к небу, к Богу. Вот. И может сравнить. Понятно, что там человек может себе говорить, что да, я был тогда молодой и зеленый. Вот. Может такое тоже быть. Но все же, все же необходимость, смотреть, в каком ты устроене находишься, что ты потерял, что ты приобрел. Она для всех важна. Для всех важна. И вот это вот на разнице наших положений, конкретно даже о себе, если говорить, то ты представляешь, что ты вот тогда имел этот добродетель. Была у тебя такая, хотя бы начало, да? Нет, как-то маловато. То есть вроде было, 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 а потом жизнь проводил человек такую, что ей не осталось, или совсем какие-то ошметки от нее остались. А замах-то был на рубль. Вот. А получилось где-то, и даже на копейку не ударить не вышло. И вот каждый из нас должен замечать, где он находится. Вышел ли он из своего города и остановился вне ворот в смрадном предместе? Вот. Или прошел мало, или много, достиг до половины пути, или идет две версты вперед, две назад. Дошел ли до города и взошел в Иерусалим, или хоть достиг до города, но не мог войти в него? Каждый пусть рассматривает то состояние, в котором находится. Понятно, что тут есть, ну, наверное, некоторые ограничения в наших способностях это рассмотреть, но вот в том-то как раз и дело, что если человек вовсе не рассматривает, то у него и есть эти ограничения, нет ограничений, уже это совершенно его не касается, потому что если он не сделал, так и никакие проблемы его не касаются, не тревожат, потому что он даже в дело не вошел. И дальше такое классическое рассуждение, которое тоже нам важно, вообще, в принципе, это вот поучение, оно в некотором смысле такое методологическое, вообще-то. То есть устроение человека, как человек действует относительно грехов и так далее. Есть три устроения души в человеке. Он, человек, либо действует по страсти, ну, то есть подчиняется, получается, ей, да, вот, или сопротивляется ей второе, или ее искореняет. По страсти, ну, то есть по греху действует тот, кто приводит ее в исполнение, удовлетворяет ей. Это понятно, вроде бы. Сопротивляется тот, кто не действует по ней, ну, и не отсекает ее, но, борясь, как бы минует страсть, однако ее в себе имеет. И, наконец, искореняет страсть тот, кто подвизается, трудится в подвиге и делает противное страсть. То есть тот, кто против нее восстает и успешно восстает. Свят, 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 если Боже, Богородицею помилуй нас.